Если христианин погряз в грехе и отпал от Бога, может ли он покаяться? Нет такого греха, как мы с вами знаем и читаем в Священном Писании, который бы не простил Господь, кроме греха хулы на Духа Святаго. Любой грех кающемуся грешнику прощается, абсолютно любой, кроме греха хулы на Духа Святаго. Мы с вами знаем, что Дух Святой – это тот, который является Созидателем и Управителем Церкви Христовой. Господь созидает Церковь, а Дух Святый ею управляет, ею, в общем-то, руководствует. Мы с вами знаем, что действительно в истории христианства и в истории человечества Нового Завета были разные случаи, когда и праведники отпадали от Бога, когда такие страшные грешники, как Мария Египетская, получали благодать, истяжали эту благодать, чувствовали эту благодать, и сохраняли её, уходя, в общем-то, в пустыню, боясь потерять её. То есть Господь всячески устрояет человеку спасение. Но есть вот этот грех хулы на Духа Святаго, который не простится ни всем, ни в будущем веке. О чём здесь идёт речь? Если кто-то соворотит от пути спасения малых Церкви Христовой, то вот ему уже не будет покаяния в этой жизни. Мы с вами можем привести пример, это на самом деле повествование о раскольниках, о тех, которые превратно учат о Христе, о спасении, о тех, которые не признают Церкви Христовой, о тех, которые хулят Церковь Христову. И вот один из таких примеров, он на самом деле у всех у нас перед глазами. Это один из величайших наших с вами писателей, Лев Николаевич Толстой, произведения которого являются, можно так сказать, визитной карточкой России, являются выразителем таланта русского человека. Но в своей жизни, к сожалению, он впал в раскол, он стал хулить Духа Святаго, он стал изменять Священное Писание, читать его с карандашом, не подчёркивая или не выписывая нужные цитаты, а вычёркивая из Священного Писания всё то, что ему не нравится. Тем самым, в общем-то, вгоняя людей в заблуждение, у него есть последователи именно в его учении, которые признают его Евангелие Льва Толстого, и до сих пор это небольшая, конечно, группа, но вот те, которые пребывают в расколе. Мы с вами можем даже предполагать, что Лев Николаевич в последние дни своей жизни хотел покаяться. И даже уже как бы совершались все предпосылки для этого покаяния. Он ехал в Оптину пустынь, из Оптяной пустыни ехали к нему монахи, чтобы, в общем-то, встретиться, принять это покаяние. Но это покаяние не состоялось ввиду того, что множество людей он отвёл от Христа, от Церкви Христовой, а значит и от спасения. Не затворил им дверь в Царствие Небесное, не дал им возможности прикоснуться истины, а дал возможности последовать своим заблуждениям. И вот именно такой грех раскольничества и совращение в это раскольничество людей является непростительным грехом для Церкви. Всё остальное, дорогие мои, покаяние смывает, если это покаяние истинное, настоящее, которое обозначается греческим словом метаноэ, то есть изменение ума изменением отношения ко греху. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok